здравствуйте сегодня у нас в гостях вот такая вот замечательная игрушка ну почему я говорю слово игрушка потому что хотя в общем то это неплохой проигрыватель но конечно такой достаточно среднего класса хотя при этом у него много всяких таких современных как бы свойств но сейчас мы покрестно поговорим об этом и так это philips fp146 сделан он во франции значит по данным из интернета этот агрегат производили с 85 по 87 год то есть надо сказать что это где-то уже сделан он был в конце эры пластинок и в нем как бы собрано многое из того что было модно в то время а именно это у нас агрегат с тангенциальным тонаром вот здесь даже надпись о том что это агрегат с тангенциальным тонаром ну сначала два слова про все что с ним было значит я его купил очень давно вообще-то я не собираю такого класса проигрыватели купил я его в первую очередь из-за внешнего вида потому что такая вот у него необычный как бы нестандартный для проектов дизайн такая скошенная крышка вот в очень хорошем внешнем состоянии тут практически вот этот пластик без царапина не помутнел в общем все очень-очень даже хорошо что касается технических деталей ну я на английском языке не нашел технические детали только на хай-фай вики и да и нашел на немецком языке кое-какие детали поэтому я их приводить не буду а кто желает может сам в интернете значит посмотреть к сожалению только на немецком языке дальше что я порылся библиотеке оказалось что у меня есть сервисная инструкция на этот агрегат значит скачаны давным-давно свинил энджин сейчас к сожалению винил энджин доступен значит это говорит о том что я что-то когда-то давно с ним делал но сразу замечу что сервисная инструкция на голландском языке есть на винил энджин но в принципе как разбирать его там все понятно ну и когда я его снял с полочки выяснилось что у него очень быстро падает тонарм пришлось заново его разобрать смазать микролифт я взял 200000 получилось вполне ничего я вам потом покажу но заодно я посмотрел все остальное чудо внутри вроде как и оба пасека в порядке вот я уже не помню менял их или нет но не суть они в порядке все работает хорошо да я забыл сказать что привод здесь пасековой значит крышка сделано так что мы можем с вами смотреть совершенно спокойно слушать пластинки закрытой крышкой то есть поставить и дальше включать то что все органы управление находится здесь поэтому сейчас во второй части мы посмотрим как это все работает так значит я снял крышку чтобы было удобнее все смотреть значит оборудована этот тангенциальный проигрыватель филипсовской головой gp 330 extra low mass и лент так называемый насколько я понял она со сферической иглой ну и глади в приличном состоянии в конце мы послушаем как он играет поэтому я так думаю что у меня нет запасной иглы потому что я так быстренько посмотрел по запасам игл не увидел там иглы к этому проигрывателю но вполне возможно потому что это такая была больше эмоциональная покупка но тут фирменный даже попался нам агрегатик такой для пластинки на адаптер для пластинки на 45 оборотов так сейчас здесь кнопка включения значит вот обратите внимание что мы включили ничего кроме выключили кроме положение кнопки не индицирует что он включен более поздней модификации этого агрегата так называемой второй версии появился вот здесь появится индикаторы которые горят индикаторы скоростей скорость здесь выбирается так нажатое положение 45 отжатое 33 в данной модели нет отдельно выбора размер пластинки то есть если вы включаете 33 оборота вы работаете с пластинкой 30 сантиметров а если вы включаете 45 оборотов соответственно 17 сантиметров поэтому если вы хотите на 45 послушать большую пластинку вам надо делать это только вручную ну кнопка повтор посмотрим как она работает и здесь кнопки управления значит кнопка пуск старт ну вот она вот так вот устроена очень просто вот ведь тонарм сейчас опускается достаточно мягко благодаря новой смазки значит чтобы кнопки поднять тонарм отдельно нет для этого можно нажать любую кнопку движения вверх вниз кратко тогда он поднимется опускается кнопкой воспроизведения опять то есть вот можно этой кнопкой поднять тонарм и опустить этой кнопкой теперь дальше значит как обычно есть движение влево вправо вот заранее обращу ваше внимание что при нажатии кнопки он сначала движется медленно а потом быстро но это очень достаточно частая опция у проигрывается тагенциальным тонармом иногда бывает двухпозиционные кнопки легкое нажатие медленно и сильное нажатие быстро но здесь сделано вот такой схеме сейчас он движется медленно проходит время движется быстро ровно такая же история и в другую сторону вот значит теперь но есть конечно автостоп у него вот автостоп есть функция повтора сейчас мы включим повтор увидим как это все работает так поехали сейчас он значит начнет играть сначала выключить можно значит этой же кнопкой воспроизведение сброс при этом при нажатии этой кнопки включенном повторе повтор не будет но повтор не сбросится вот как бы так вот работает этот агрегат в общем то я бы сказал очень даже симпатичный и конечно не хаент но вполне так ничего сейчас мы снимем диск посмотрим на чего там внутри ну вот я сегодня разбирал его не сделал вам фотографии но я надеюсь вы меня за это простите но вот сейчас мы снимем диск вот здесь накладочка вот собственно сам диск вот и увидите здесь совершенно классический был драйв ничего особенного надо сказать что схема управления сделана на микросхеме по моему tda 10 59b классическая схема электронного управления с скоростью ну я так предполагаю что скорость вполне приличная несмотря на то что диск здесь вообще просто как-то штампованная жестянка грубо говоря он легкий но наверное производители считали что такой жесткости диска вполне достаточно такого веса диска вполне достаточно для нормальной работы за счет хорошей схемы электронной схемы управления двигателями вот значит какая-то механика теперь дальше мы как обычно послушаем как это все работает слушайте мы будем с вами вот такую пластинку это танцоркестры хьюго-штрассера 68 и 69 пластинка выпущена в 68 году с момента ее выпуска прошло более 50 лет а значит по законодательству российской федерации все фонограммы с этой грампластинки находятся в общественном достоянии на территории российской федерации ну вот такой краткий очень сегодня обзор на этом пожалуй все теперь послушайте фрагмент с этой пластинки в следующем году в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!